Я веду цикл вебинаров по дизайну интерьера и применению стеклянных конструкций в том или ином виде в дизайне исключительно. Мы прошли достаточно большой курс проектирования различного типа жилых помещений. Это были квартиры от однушки до многокомнатной квартиры, постепенно усложняя наше задание. И сейчас приступаем к одному из самых сложных видов проектирования. Это проектирование интерьера индивидуального живого дома или особняка и применение стеклянных конструкций в его проектировании. Тема, как я говорила, уже сложная, поэтому мы, естественно, одним занятием не обойдемся. Сегодня мы начнем рассматривать этот вопрос. И сразу бы хотелось сделать небольшое замечание, что в практике, даже в проектной практике, почему-то жилой, индивидуальный жилой дом у нас часто называют коттеджем. Это неправильно, поскольку коттедж – это что-то из области щитового дачного домика с удобствами во дворе. Мы же с вами рассматриваем полноценный жилой дом, и он, как правило, называется особняком. То есть он может быть и городской, может быть и сельского типа. Рассмотрим его на нашем занятии. Итак, прежде чем приступить именно к данному конкретному особняку, я хочу рассмотреть характеристики состава помещений индивидуального жилого дома и квартиры. То есть сравнить эти характеристики и учесть изменения в составе помещений в последующем проектировании. Как всем, наверное, известно, квартира представляет собой внутренние помещения. Как правило, много квартирного жилого дома. И с внешним миром ее связывают такие ограждающие конструкции, как окна и различные типы балконы, лоджии и так далее. Как правило, квартиры имеют стандартный набор помещений, они могут варьироваться, их число может варьироваться. Но в целом все мы представляем и из нашей жизненной практики, и из предыдущих занятий, из каких помещений состоит квартира. Что же касается индивидуального жилого дома, то состав и площади помещений здесь достаточно кардинально меняются. Планировка жилого дома должна учитывать все протекающие в нем жизненные процессы, но это в квартире также. Однако в жилом доме с приусадебным участком, скажем, жизненные процессы изменяются. То есть добавляются различные хозяйственные дела, садовые и так далее. То есть эти процессы во многом зависят от характера и состава семьи. Каждый жилой дом и, как правило, говорят, квартира в жилом доме, даже если дом-особняк, все, что находится внутри него, является квартирой. Итак, каждый жилой индивидуальный дом состоит из следующих помещений. Жилых – это, например, общая комната и спальня, и подсобных, например, передняя кухня или кухня-столовая, ванны, уборные, кладовые, различные хозяйственные помещения, в том числе для хранения продуктов. Необходимо также предусмотреть места для встроенных шкафов. И в отдельных случаях в доме может быть предусмотрено, например, специальное место для мастерской, кабинета, тренажерного зала, сауны и так далее. Что является обязательным с основной частью индивидуального жилого дома, усадебного типа, так это летние помещения. То есть есть зимние помещения, есть летние. К ним относятся веранды, как остекленные, так и неостекленные. Террасы, лоджии, балконы и тому подобное. Различные переходы, галереи. Ну, то есть достаточно широкий набор помещений. Типы летних помещений определяются в соответствии с климатическими особенностями, ну и учетом национально-бытовых традиций, место строительства. То есть у кого-то преобладают галереи в достаточно жарком климате, у кого-то утепленные веранды и так далее. Планировка жилого дома должна удовлетворять следующим требованиям. Должны быть выделены две зоны общественные, которые включают переднюю общую комнату, кухню, кухню-столовую и желательно санузел дополнительный. И зона спален, включающая спальные комнаты, опять же санузел, но он может быть как совмещенный, так и раздельный. Передняя является входом в дом, также связующим звеном между летней и зимней зоной, то есть передняя находится после веранды. Сначала идет у нас входная зона такая, и вход в переднюю осуществляется через тамбур или остекленную веранду. Это в основном. В общественной зоне должна быть предусмотрена удобная связь между общей комнатой, кухней, кухней-столовой. В отдельных случаях на стыке между общей комнатой и кухней может быть выделена специальная обеденная зона, но об этом мы будем подробно разговаривать в дальнейшем, то есть у нас функциональное зонирование будет рассматриваться. Из общей комнаты, как правило, предусматривается летний выход в сад через, допустим, двери балконного типа на веранду, на террасу, на большое кольцо и так далее. А из кухни, как правило, организуют круглогодичную связь с участком, для чего, опять же, необходимо либо устройство тамбура, либо остекленные веранды и тому подобное. При непосредственной связи жилых помещений, ну или квартиры, скажем, внутри особняка с гаражом, вход в нивот также должен быть организован через тамбур, расположенный между помещением гаража и передней или кухней. Тамбур является одной из неотъемлемых черт проектирования в нашем климате, то есть, как показывают в американском кино, с улицы зайти в холл не получится, поскольку у нас не Калифорния. И по ГОСТам, по СНИПам обязательно тамбур, обязательно наличие тамбура различного вида, он может быть стеклянный, может быть глухой, главное, чтобы он был как буферная зона между холодным и теплым воздухом. Зону спален следует располагать в наиболее изолированной части квартиры, в особняке, опять же, имеется ввиду. Спальные комнаты проектируют непроходными, то есть, поскольку уж мы занялись проектированием дома, то мы должны сделать его наиболее комфортным и спальня должна быть изолирована. Спальные комнаты могут быть соединены между собой общим холлом, коридором или шлюзом. И еще одно дополнение, если дом проектируется в двух уровнях, то, как правило, общественную зону располагают на первом этаже, а спальные помещения на втором, там они будут более изолированы. То есть, там получается у нас тихая зона. При этом, что всегда хочется подчеркнуть, очень важно разместить лестницу правильно. То есть, на обустройстве хорошей лестницы никогда не следует экономить. И лучше всего для нее использовать полноценную лестничную клетку. Итак, по сравнению с квартирой, особняк, проектирование особняка занимает больше времени, естественно, требует больше ресурсов и в его состав входит больше помещений. Однако, мы можем учитывать пожелания заказчика, то есть, более полного платить идею комфорта и так далее. Итак, мы приступаем к проектированию помещений особняка. Этот особняк уже спроектирован, он уже построен практически. И нам предстоит заняться его дизайном. То есть, какое-то время уже существовал и хозяевам достался в таком виде. Ну, и, естественно, хозяева хотят слегка переделать его на свой вкус. Кто у нас хозяева? Глава семьи у нас математик, профессор. Преподает в университете. Активно занимается научной деятельностью. Пишет статьи, книги. Работает еще, к тому же, в госкомпании. То есть, он занимается прикладным творчеством. И, кроме того, достаточно часто читает лекции за рубежом. То есть, материальные данные из семьи достаточно обеспечены с помощью главы семьи. Что для него важно? Ему обязательно нужно рабочее пространство дома. И обязательно нужны емкости для хранения различных материалов, книг и тому подобное. В интернете, конечно, можно найти все. Но ученые все-таки предпочитают иметь и чат на издание под рукой. А также что-то записывают на бумаге помимо компьютера и так далее. То есть, все это надо где-то хранить. И, кроме того, работать за компьютером. Жена, экономист. Ну, как мы все знаем, экономисты и бухгалтера часто берут работу домой. То есть, у нее есть еще спрос на рабочее место дома, опять же, для компьютера. Компьютеры у них разные. Кроме того, имеются еще двое детей. Дочь подросток 13 лет и сын 10 лет. Ребята подвижные, очень активные. У каждого свои интересы. Но мы это будем рассматривать на следующем занятии, когда будем более подробно проектировать внутренние помещения. Итак, семья такая общительная, любит собираться вместе. И есть традиция достаточно часто, ну, хотя бы в свободные дни, в выходные, обедать за общим столом. То есть, как-то дружная семья такая. Как я уже сказала, люди общительные все. То есть, у каждого имеются друзья, подруги. И они приходят в гости. То есть, друзья и коллеги собираются различными группами. Кроме того, в этой семье устраиваются праздники достаточно многочисленные. То есть, необходимо достаточно много места для такого позитивного общения с друзьями в закрытых, открытых помещениях. Вот это все необходимо учитывать. И, как вывод, нам необходимо достаточно места для работы, потому что каждый из членов семьи занят тем или иным делом, в том числе и дома. И необходимо также достаточно места для проведения различных видов досуга. Это мы будем учитывать при проектировании нашего особняка. Что мы имеем? Существующий дом у нас двухэтажный. Второй этаж у нас мансардного типа, хотя и достаточно высокий. Имеется в наличии терраса, балкон. С одной стороны навес для автомобиля вместо гаража. И с другой стороны, это как главный вход у нас предстает, крыльцо с козырьком. Дом у нас кирпичный, на ленточном фундаменте, стены штукатурка, как вы видите, крыша черепица. И отделан он искусственным камнем, в том числе угловой руст, как и в инвесценции в Петровской барокко. То есть дом достаточно минималистического типа, достаточно простой в объеме. Что подкупает эта простая крыша в нашем климате? Это одно из самых приятных качеств, поскольку она проста в уходе и не требует дополнительных сил, средств. Справляется с дождем и снегом самостоятельно практически. Итак, на основе всего вышесказанного рассмотрим существующий план. На первом этаже у нас находится 13 различных помещений. Как я уже говорила, это и наружные помещения, и внутренние, то есть собственный интерьер. Наиболее интересно выглядит крыльцо с двух сторон. С одной стороны, под номером 12 у нас веранда. Очень такая просторная и достаточно уютная. И так же интересно выглядит занавес для автомобиля. Мы с вами на сегодняшнем занятии будем рассматривать как раз переустройство, переделку внешних конструкций. И вот эти названные мною элементы как раз попадают в область нашей переделки. Помещений достаточно много. Местами они выглядят не очень комфортно. Например, длинный коридор под номером 11, который можно с успехом преобразовать и освободить полезную площадь для соседних помещений. Опять же этим мы будем заниматься на следующем занятии. Второй этаж у нас содержит как раз помещение для отдыха и сна. То есть в основном это спальни. И имеется помещение, которое использовалось как кабинет библиотеки. Но оно так и будет использоваться, скорее всего, в дальнейшем, исходя из пожеланий заказчика, которые я называла ранее. В целом дом спроектирован именно исходя из требований к проектированию особняков, о которых я говорила в начале занятия. То есть у нас тут имеются две зоны. Общественная расположена в первом уровне и приватная расположена во втором уровне. Что интересно, имеется достаточное количество санузлов. То есть на первом этаже у нас имеется санузел и два санузла на втором этаже. Итак, с учетом пожеланий хозяев дома мы будем производить функциональное зонирование для дизайна экстерьера и интерьера данного дома. У нас получилось несколько функциональных зон. Входная зона, которая охватывает два крыльца и тамбур под номером 2. Рекреационная зона. Под этим мы подразумеваем не только зону сна, но и зону отдыха, например, чтения, общения с друзьями, просмотра фильмов, слушания музыки, просто любование природы и так далее. И даже уже на первом этаже мы видим, что для рекреационной зоны у нас отведено достаточно много места, в том числе и бывшие помещения навеса для гаража. Поскольку в данной семье есть не одна машина, а минимум две, то этот навес уже перестал удовлетворять требованиям заказчиков. И они строят отдельный гараж, благо участок позволяет. Что делать с навесом мы с вами посмотрим дальше. Зона коммуникации. То есть коммуникационная зона у нас охватывает такие помещения, как холл и лестничный клеток. Коридор у нас длинный, затем преобразуется в другое помещение, об этом мы тоже поговорим, но позже. Зона принятия и приготовления пищи у нас плавно перетекает из кухни, охватывает соседнее помещение, то есть видимо что-то другое здесь у нас будет, и переходит на веранду. Это очень интересно, мы это будем рассматривать. И хозяйственная зона, как я говорила выше, для индивидуального жилого дома она необходима, как воздух, поскольку для эксплуатации, ремонта и вообще поддержания в надлежащем виде жилого дома требуется гораздо больше средств, усилий, инструментов, чем для квартиры. Поэтому, во-первых, у нас под хозяйственной зоной остается котельная под номером 6, и еще мы выделяем достаточно пространства под лестничным маршем, где выйдет полноценная кладовая. Во втором этаже у нас получается несколько меньше зон, большую часть, согласно всем стандартам, у нас занимает рекреационная зона, то есть опять же зона сна. Выделяется у нас рабочая зона, но поскольку работа у нас умственная, тихая, то она не нарушает общий позитивно спокойный настрой второго этажа. И коммуникационная зона у нас также охватывает лестничную клетку и холл. Отдельно хочется сказать, что у нас существует полноценная зона санузла как на первом этаже, так и на втором. Еще раз повторяю, это достаточное удобство. На основе функционального зонирования у нас несколько изменился план. Конечно, это уже не метод дизайнеров, о котором я напоминала на прошлом занятии. То есть метод дизайнеров у нас обходится, как правило, без изменения конструкции. Здесь у нас происходят достаточно сильные изменения конструкции. У нас изменяется функция навеса гаражного, он превращается у нас в зимний сад. Для этого нам пришлось сделать очень серьезную вещь, сделать дверной проем несущей конструкции. То есть из помещения 5 комнаты, которые выйдут у нас в гостиной, у нас прямой выход в зимний сад, который у нас идет под номером 13 после перепланировки. Еще раз хочу напомнить, что изменение конструкции вообще, даже не несущих, это очень серьезный шаг. И без ретензированного опытного конструктора такие вещи делать не рекомендуется, вообще не следует. А изменения в несущих конструкциях, мало того, что должны быть сделаны строго по расчету, и к ним должен прилагаться альбом с технологией производства работ от и до, с чего начать, как укреплять, как разбирать, как вставлять и так далее, какие используются подсобные конструкции, какие используются материалы и инструменты. Плюс это еще и согласование на высоком уровне. Шаг очень серьезный и без такого хорошего конструктива его делать нельзя. Ну здесь у нас как раз был точный конструкторский расчет, поэтому мы и сделали такую вещь, как дверной проем на первом этаже. Кроме того, веранду под номером 12 с крыльцом через зимний сад нас объединяет общая терраса 14-15, две террасы, которые у нас делают такое сквозное пешеходное движение вокруг дома. Причем это движение будет достаточно интересным, поскольку некоторые места будут закрыты, некоторые полностью открыты, то есть не скучно и дает пищу для взора и для ума такое путешествие. Основные переделки коснулись веранды 12. Мы ее основательно переделали чуть позже, скажу как. Навеса 13, который, как я уже сказала, переделан в зимний сад и возведение дополнительных конструкций 14-15, то есть открытых террас. Они же дополнительные зоны коммуникации. Мы сегодня как раз это и рассматриваем. И здесь показано расположение внешних стеклянных конструкций. Я особо выделила три самые крупные. Это зимний сад номер один. Он состоит из многих стеклянных конструкций, о которых мы поговорим чуть позже. Это остекленная веранда. Она также состоит из нескольких видов стеклянных конструкций, о которых я опять же скажу позже. И это стеклянная дверь в волной в созданном проеме для зимнего сада под номером 3. Казалось бы, объем небольшой, но на самом деле это достаточно сложно, поскольку сами по себе конструкции достаточно объемные. Итак, после переделки наш дом будет выглядеть примерно вот так. То есть застекленная веранда с различными типами дверей, как раздвижными, так и распашными. Она дает возможность помещение варьировать от полностью закрытого к частично открытому, ну практически открытому, поскольку стекло, открыто прозрачный материал, представляет визуально весьма такую условную преграду. Далее вновь созданная веранда, терраса, то есть поднятая на уровень цоколя. Далее идет зимний сад, полностью стеклянные конструкции. И, собственно, из таких глобальных внешних конструкций стеклянных, пока что мы рассматриваем только это. Итак, начнем с веранды. Она же у нас является смесью веранды и входной группы. Хотелось бы сказать, что входная группа – это важный элемент оформления здания. То есть, во-первых, она у нас должна обладать достаточной пропускной способностью, то есть не быть тесной, особенно когда семья достаточно большая или достаточно большой поток посетителей входит в данную семью. Она должна быть надежной, долговечной и в нашем случае, во-первых, защищать от неблагоприятных климатических факторов и по возможности от шума, хотя место достаточно спокойное и защита от шума – это вторичная функция. Она еще, к тому же, должна иметь повышенную прочность и жесткость конструкции. В данном случае наша входная группа – она же «Зеранда», то есть это у нас получается такое перетекающее пространство, заменяет собой тамбур. Из этой группы мы попадаем в будущую кухню-столовую. Итак, функции нашей входной группы – это навигации, то есть она безошибочно указывает главный вход в помещении. Это эстетика, она должна подчеркнуть внешнюю архитектуру здания и внутренний стиль помещения. У нас, как всегда, получается некоторая эклектика, поскольку дом изначально построен в таком минималистичном стиле, с небольшими изысками в виде отделки камнем и отделки угловым рустом. Немножко легкости и ящиства в виде стеклянных конструкций ему не помешает. Тем более, что стекло, как мы выяснили из наших предыдущих занятий, сочетается практически с любым стилем и практически с любым материалом. Ну и еще одна главная функция – это защита. То есть, как я уже говорила, позволяет защищать помещение от неблагоприятных климатических условий и, что интересно, от, допустим, проникновения посторонних лиц. Главные отличительные особенности входной группы – это вид двери, материал и особенности помещения, для которого она предназначена. Наша входная группа предназначена для оформления веранды и для входа, как я уже сказала, внутрь в кухню-столовую. Так, что мы применяем для остекления веранды, которые выглядят в остекленном виде достаточно аскетично пока что, но и достаточно уютно. Для остекления веранды мы выбрали одну из самых современных, хотя и достаточно дорогостоящих систем. Это спайдерную или клонарную или почечную систему остекления и решили попробовать. Плюсы этой системы – то, что она позволяет полностью остеклить достаточно большие плоскости здания. У нас не общественные здания, поэтому плоскости достаточно умеренные. И данная система придает остекленной плоскости эффект легкости и воздушности. и эта прозрачная конструкция обладает высокими прочностными характеристиками. Кроме того, у нее идеально ровная практически зеркальная поверхность, поскольку стекло отражает цвет. Я не скажу, что мы используем зеркальное стекло, но выглядит она достаточно нарядно и эстетично. каркас обладает тем плюсом, что он практически невидимый. И в общем-то можно поставить энергосберегающую конструкцию стекла, различные виды стеклопакетов и других стеклов имеются в наличии. Многослойные стекла и так далее. Ну и в целом спайдерная система придает максимальную архитектурную выразительность любому зданию и делает его визуально легче и более стильным, скажем так. Преимущества спайдерных систем остекления следующие. Это максимальная прозрачность, внешний вид и сочетание с любыми архитектурными стилями, создание любых сложных архитектурных форм. У нас здесь достаточно простая форма прямолинейной плоскости, поэтому труда никакого не составит ее закрепить правильно. Далее высокая устойчивость к атмосферным явлениям, что очень благоприятно, это равномерное распределение нагрузок на спайдеры, длительный срок службы и высокая безопасность. Мало того, еще и в эксплуатации они достаточно удобны. Мы использовали тип спайдерной системы остекления на базе несущих колонн, которые у нас уже были, и плиты перекрытия, поскольку у нас над нашей верандой находится балкон. Здесь он использован как потолок. У него получился потолок. Для этого у нас использованы следующие структуры конструкции это несущие колонны, литая перекрытия и такие детали, как соединитель, спайдер, рутель и стекло. Напоминаю, что детали плонарные или спайдерные системы выглядят следующим образом. Сами по себе они очень привлекательны, то есть сами по себе изящны и создают очень изящный вид. Данная система из всех систем спайдерных остеклений является наиболее экономичным вариантом, наиболее быстро монтируемым и здесь используются уже существующие конструкции, которые нам достались от прежних хозяев. Таким образом достаточно быстро возводится эта система. Единственное, что здесь, конечно, нужны высококлассные специалисты, поскольку эта система высокотехнологичная и очень много зависит от стекла, которое мы используем. теплопланарные системы для общественных зданий, для использования на больших плоскостях и так далее. стекла. Так, еще одна конструкция достаточно крупная – это зимний сад, который мы устроили на месте бывшего гаражного навеса. Мы устроили его по тем же параметрам, то есть он занимает ровно столько же места по площади, сколько занимал гараж. И определимся с цельными задачами земли сада и с его конструкцией. здесь использован определяющий функциональный признак земли сада. Это связь с жилым помещением. Он является как бы продолжением будущей гостиной, которую мы запланировали через вновь созданный, как я уже сказала, проем в стене, дверной проем. Это как бы буферные промежуточные зоны между замкнутым жилым пространством дома и природой, то есть окружающим садом. И в данном случае у нас получилась еще одна комната жилого дома. Такая стеклянная, хрустальная, прозрачная, нарядная. Полудом, полусад получился. Это не оранжерея, где выращивают абрикосы, пляски, ананасы и так далее, и пахнет сырой землей. Это именно помещение, в котором можно отдохнуть, можно принять гостей, и оно оформлено зеленью, зелеными насаждениями. Формальный признак зимнего сада это наличие максимальной площади остеклений, в том числе остекленная кровля, что у нас и имеется. И второй признак это в той или иной мере озеленение. У нас не сказать, что здесь райские кущи, озеленение запланировано умеренное, но все-таки оно придает оживленный вид данному помещению, данной конструкции. основные задачи это расширение живого пространства, дополнительное освещение и тепло в холодный период года, климатический буфер перед домом, при желании это выращивание цветов и растений круглый год, это связь с природой, это световой азии в доме, это можно так сказать продолжение летнего периода. Зимний сад это сложное сооружение, то есть для него необходим полноценный проект, то есть с кондачкой эту проблему не решить, и достаточно дорогостоящие все-таки, поскольку обилие стекла и различные стеклянные системы они довольно дорого стоят. Данный зимний сад у нас это относится к категории постоянно жилых, отапливаемых и озелененных, то есть еще раз повторяю, это примыкающий в дом дополнительные плоскости. Он у нас поднят на высоту цоколя, то есть в пол находится на безопасном расстоянии от земли с точки зрения тепла, здесь все в порядке. Какие системы остекления мы использовали в проектировании данного сада, поскольку у нас уже был конструктив в виде колонн достаточно мощных металлических, то мы использовали их для устройства опять же планарной спайдерной системы для стен, то есть у нас получается практически хрустальное сплошное остекление стен. И крыша у нас является стеклянной телеком, причем с открываемыми творками, правда не всеми, но некоторыми. И также у нас здесь смешанный каркас алюминий и дерево, что дает возможность более хорошей, лучшей теплоизоляции, что немаловажно для уменьшения энергозатрат. максимально возможный размер створки, как правило, стеклянной крыши это 5 на 3 метра, здесь как раз у нас эти условия соблюдены. А нагрузку обязательно нужно рассчитывать, поскольку вес стекла и вес конструкций нужно хорошо рассчитать и кроме того необходимо учитывать природные климатические условия, то есть вес снега, поскольку мы живем в таком климате, что его бывает много и так далее. То есть прежде всего для устройства такой крыши исходя из расчетов мы должны выбрать материал мы его выбрали для несущего каркаса. Он должен не только обеспечивать механическую прочность самой конструкции но и отвечать требованиям СНИПа в отношении как я уже сказала воздействия снеговых и ветровых нагрузок характерных для конкретного климатического региона. Мы запроектировали теплый наполнитель то есть наполнение теплой нашей крыши то есть такие стеклопакеты которые позволяют удерживать тепло при помещении кроме того стекло естественно должно быть повышенной прочности не должно оно давать острых осколков в большинстве случаев это закаленное стекло толщиной где-то 6 мм для наружного применения и триплекс с энергосбережением для внутреннего хорошо бы еще конечно солнцезащиту обеспечить специальными солнцезащитными стеклами можно также применять жалюзи или тренировочные пленки для данного объекта в целом у нас получился такой хрустальный дворец внутри которого есть место для общения для отдыха релаксации для разведения различного вида растений плюс все это имеет достаточно приятный декоративный вид ну и еще одним пунктом нашей программы являются различного типа двери которые мы используем в нашем проекте здесь есть как раздвижные двери в частности наклонные раздвижные с одной рабочей створкой которые занимают достаточно компактное место как например дверь в зимний сад а также разного типа двери наружные стеклянные то есть мы привыкли что стеклянные двери обычно используются в нашем климате во внутреннем помещении однако все больше распространения и имеют стеклянные двери для входных групп и вообще наружные стеклянные двери большим преимуществом таких дверей в эксплуатации становится их устойчивость к деформации деформации и к температурным перепадам а также к изменению влажности воздуха в окружающей среде здесь мы используем раздвижные входные стеклянные двери это у нас главная дверь раздвижная у нас есть еще одна раздвижная дверь вторая на веранде при необходимости они открывают нам достаточное пространство чтобы веранда получалась практически открытой в жаркий летний день и с двух торцевых сторон веранды мы используем двери распашные для наших дверей мы используем триплекс то есть это слоеное стекло которое является нетравмоопасным и даже при развиении оно не наносит ряда и рамы у нас металлические и металлическим покрытием то есть не покрашено ни в какой другой цвет ни под дерево а именно оставлены металлические покрытия поскольку металл у нас присутствует в других конструкциях например перилы у нас с обычным деревянным заменены на легкие металлические что придает такой легкий оттенок хай-тека нашему минималистичному дому также расплошные двери мы используем для зимнего сада и используем для входной двери в дом на сегодня мы заканчиваем наш разговор по дальнейшим дизайнерским разработкам уже внутри дома по применению стекла в интерьере данного дома мы поговорим на следующем занятии теперь вопросы пожалуйста вопросов нет значит либо все понятно либо непонятно ничего я надеюсь что первый вариант следующее занятие у нас намечено на следующей неделе в четверг как я уже сказала мы будем более подробно разговаривать об интерьере и о применении стеклянных конструкций в интерьере если вопросов нет то разрешите пожелать вам всего доброго надеюсь на новую встречу спасибо что вы были очень рада была вас слышать всего доброго до 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 Продолжение следует...